Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберга Цайтунг. 21 марта жители Нюрнберга-эмигранты выбрали интеграционный совет города. Было более 80 кандидатов, из которых 30 человек стали членами совета. Сегодня речь в нашей передаче пойдет о совете, какие его цели и как он будет вести свою работу в будущем. Моя собеседница, председатель интеграционного совета Диана Либерова. Диана, я вначале все-таки хочу поздравить вас с избранием в председателе совета. Спасибо большое! Ну я, конечно, понимаю, что теперь начинается конкретная работа для вас и для ваших коллег. По какому принципу будет работать совет? До конца мы еще не решили, какова будет структура этого нового совета. Первый шаг будет на первом заседании решить еще раз, какие комиссии мы будем создавать, которые будут заниматься определенными темами для того, чтобы охватить как можно более широкий спектр проблем, приехавших сюда эмигрантов, людей, которые проживают здесь. Пока что задуманы такие комиссии, как образование, социальные вопросы, комиссия по экономическим вопросам и вопросам признания образования или квалификации. Мы думали еще о комиссии, которая будет заниматься специальным распределением денежных средств. У нас есть определенные денежные средства, которыми мы можем поддержать разные курсы, в основном для детей. И еще некоторые комиссии, типа комиссии по работе с общественностью. В общем и целом, мы должны смотреть, каков будет интерес отдельных членов нового совета с точки зрения тем, которыми они хотят заниматься. И что мы увидим, что особо важно для наших эмигрантов. К примеру, вопросы беженцев или такие вопросы, как дошкольное образование. Насколько реально вообще ваше влияние на политические решения в городе? Ну, естественно, как любая организация, мы надеемся, что оно будет достаточно большое влияние. Мы являемся советующим органом. То есть, как таковой, этот орган может давать свои рекомендации на разные темы, по которым Горсовет собирается принять определенные решения. Мы будем серьезно следить за тем, чтобы действительно все решения, которые связаны напрямую с эмигрантами, до того, как они будут предложены Горсовету на принятие решения, до этого, чтобы мы смогли сказать свое мнение по этому поводу. Насколько совет действительно потом принят наше мнение или останется при своем, это покажет наша работа. Но пока что наши разговоры с представителями разной фракции в Горсовете были достаточно интенсивными. Я надеюсь, что мы сможем гордиться тем, что у нас хорошие отношения, доверительные отношения, и что город прислушивается к нашей экспертизе. Как Вы думаете, какие основные темы будут сопровождать работу Вашего совета? То есть, на что Вы особенно хотите обратить внимание? Из первых заседаний стало понятно, что очень многие наших новоиспределенных членов интересуются вопросами образования, образования детей, переходами из одного вида школы в другой, переходами из школ в рабочую жизнь или в университеты. Это вопросы, которые раньше интересовали как совет иностранцев, так и совет переселенцев. И я думаю, что они останутся достаточно на таком же уровне важными и для нового совета интеграции. Новые вопросы, которые мы сейчас обсуждали, это вопросы именно признания образования, признания квалификаций и обустройства на рынок труда. Это вопросы, которые, я думаю, в том числе пришли с новым количеством русскоговорящих эмигрантов, которые сидят в этом совете, которые, естественно, имеют другой подход к этой теме. Ну что ж, большое спасибо за интервью. Я желаю Вам и совету успехов в работе. Большое спасибо. Ну вот и все, русские новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с Вами. Более подробную информацию о Нюрнберге-регионе Вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de Я буду рада, если Вы будете со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск русских новостей. Всего Вам хорошего. До встречи.